Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Григорий Владимир Иванович. Я учащийся 11 класса Амердинско-технической лицеи. Моя тема – гидраво-махометрические изучения озер от лесенских города Нербайк. Соответственность моей темы заключается в том, что с каждым годом наблюдается высыхание озер. Также данные с моей темой могут приводиться для всех хозяйственных сравнений и экстрационных работ облагораженных территорий. Цельный работ заключается в том, чтобы провести мархометрические изменения и описание озер. Задача – освоение методов гидрологических исследований, проведение мархометрических исследований, в том, что для развития озерной территории города Нербайк, помощи в геоинформационных системах, вставление к от всех глубинных и поперечных площадей сегонных озер. Сравнительно можно посмотреть в канале Сегонных Озер. Разметные исследования для освоения озера в лесенских города Нербайк. Предметные исследования являются мархометрические данные озер. Методы исследования. Первое – метод гидрологических исследований вео. Второе – расшелки метод. Третье – аналитический метод. Второе – использовался хоровые ресурсы, такие как отстанность для находения координат, ширины, длины и высоты над уровнем моря, расстояние со слева на фонтах и сахадис.ру. Для находения площади вео, колоды и площади водосбора. Это карта местности города Неба. Озеро Пескаля находится в лево в западе от города Неба. Озеро Огротах в западе от города Неба. Озеро Ленька – север. Озеро Кучей – северо-востоке. Методы исследования. Поведение, верение и описание озер. Для исследования я использовал такие оборудования, как лодка, рулетка, ручной лодки, карты исследования реглона, журнал наблюдения и четвертые принадлежности. На этом сайте вы увидите вид со спутника озера. В ботометрических рисунках – крикоперечный вид озера Огротах. Озеро Гестове, озеро Ленька, озеро Кучей. Сравнительный анализ. Сведованные озера – логинческое пикло, что исполнено для Жиркова. Сместо этого термокастового озера. Найбольшие альфонтические данные имеют озеро Гестове. Найбольшую площадку сбора и ширину имеют озеро Огротах. К результатам наблюдений и зрения воспитаний посредника лагеря юно-эколог в озерах Кресности города Нюрба ведет процесс отмеления. На этом свидетельствует изменение глубин озера за последние степей. Например, глубина озера Горотах в 2011 году стояла 1,75 м. В 2011 году – 1,40 м. В 2021 году – 1,35 м. В 2011 году стояла 1,85 м. А в 2021 году – 0,71 м. В 2021 году – 0,71 м. Также мы провели анализ озерности населегов района Нюрба. Так, на территории города Нюрба озерность составляет 0,60 м. Также мы исследовали озерность в территории села Адей. У нас составило 6,15 м., что является больше, чем средняя озерность Российской Федерации выводом. Особенный метод – гидрологическое исследование. По второму показателю озерность на территории города Нюрба очень низкой. Только 0,62 м. Поэтому нужды населения удовлетворяют озеро, относящиеся к административным территориям сел. Например, Нюрботян, ЛЦ, Октябрьский населег. Проведены мархиументические исследования в зерах о воротах, землях, площадях, десклюлях. Ставлены партизмами глубин и отопреставших исследованных озер. Проведен целебительный анализ исследованных озер. Проведенный результат показывает, что в воде автостики Горнида идет при цех обновлении. Результаты нашего изучения могут иметь практические значения для некоторых населения в сельском хозяйстве и в первую очередь. Также они могут стать причиной постепенности на фонда заняться проблемой обновления озер. Проспектива работы заключается в том, чтобы дать советы администрации района.